здравствуйте дорогие друзья с вами бамбу надеюсь хромакей вам не очень помешает я пока с ним экспериментирую тут пробую но основной посыл этого видео запечатлеть флейту японскую винтажную флейту которая пришла мне на ремонт и апгрейт с далекого города находка вот значит хочу просто ее так сказать запечатлеть сделать описание того как она выглядит до преобразований потому что были некоторые флейты предыдущие ремонты где я не смог вот так вот запечатлеть флейту и было сложно показать насколько эти преобразования были значительно что вели хотя хотя собственно в этом есть тоже особая такая сложность как это показать потому что ну на контрасте понятно что из флейта там переломана пополам торчат куски там бамбука и потом она склеена собрана будет разница большая но если флейта имеет целый вид вот такой то вроде как и потом сложнее эти преобразования значит продемонстрировать поэтому чтобы это сделать нужно обратить внимание на эти вот все детали ну например вот с чего здесь можно начать ну флейта видимо была из двух частей состояла как положено флейтом японским значит такого свойства это именно такая джиарисе пухать и вот и потом она была склеена и видимо уже не в японии это склеено такими нитями вот я знаю этот способ и сам много раз это все делал но вот если как бы приглядеться ощутить так более тонко то как бы это смотрится такое она смотрится неплохо но но как бы не совсем подходящий собственно этой флейте это такой вот знаете как вот не даже иру да то есть там раненый боец на поле боя чем забинтовали темы и вот и хорошо и слава богу что выжил да и здесь вот как бы ну вот сделали так и и здорово вот но если как бы флейту приводить какой-то более такой эстетический японский вид то собственно конечно же надо что-то сделать другое я предполагаю здесь натуральный ротанг вот но что происходит под этой вот нитью мы пока я пока не знаю то есть там возможно все что угодно вот вплоть до того что там даже и нет соединения потому что было и такое то есть я встречался с таким когда снимаешь вот эту штуку а там оказывается и соединение даже нет то есть сами японцы имитировали вот это вот соединение по какой-то причине ну дальше общий вид такой флейте то есть она имеет множество множество трещин такого свойства и видно что их вот заклеивали и делали это вот так вот как бы ножом это тоже в походных условиях и в определенных условиях это нормально то есть как бы подбочинили тут под подделали подлатали и как бы хорошо но вот как с такой уже эстетической позиции ну конечно как-то это все вот оно и такой создает как бы впечатление вот такой какой-то небрежности да вот трещин здесь много опять-таки нужно проверить их качество но вроде бы как бы она пока держит вот но вот здесь камера не позволяет мне сфокусироваться тоже надеюсь этот момент в будущем как-то сделать так чтобы было детально не видно может быть фотографиях я потом вставлю в это видео если получится на макро вот то есть вот ну тоже все как-то так заляпана и все это детально можно уже с увеличением смотреть что там внутри происходит вот тоже были такие случаи когда общем то это все так ну то что называется народе на соплях дальше у тагучи ну здесь тоже много всяких нюансов например вот ну то что разбита вставка это понятно вот но во первых достаточно она глубокую тагучи что порождает часто неудобства определенная здесь вот этот вот почти почти отсутствующий наклон японская тоже такая фишка обусловлена на тем что вот делаем карри мэри но когда это доведено до вот так сказать абсурда когда уже неудобство возникает действительно это это качество стоит исправить но очень тонко потому что это все взаимодействует между собой вот здесь же вот отросток бамбука который тоже впивается в подбородок оставлен ну японцем видимо чтоб так сказать человек не расслаблялся не медитировал а так сказать ух был настоящим бойцом комусо вот но вообще по факту конечно здесь чем комфортнее тем лучше на самом деле это излишнее мучение она как бы ни к чему вот но повторюсь это тонко все это не то что там спи спилить чего-то там как некоторые считают взять напильник и опромсать все под удобством это совсем не так здесь очень много нюансов но вот тоже здесь требуется корректировки плюс скорее всего какие-то перетяжки потому что неизвестно как будущем поведут себя все эти склейки я бы здесь это все усилил вот потом здесь тоже тоже как-то выточено ножом что-то сделано такое как-то проточено ну и какие-то такие заусенчики оставлены тоже все очень небрежно и как-то вот функционально вроде бы работает ну и ладно вот корни тоже частично японская шлифовка оставлен частично какая-то была корректировка заклейка тоже все такое вот она облапанная обляпанная и в общем производит такое впечатление вот раненого вот этого бойца вот внутри тоже канал я его не могу показать но как бы вот он тоже претензия на претензия скорее всего это был лакированный именно такой там канал на одним цветом но потом постепенно какие-то были вот растрескивание еще что-то его так сказать подшлифовывали подлатывали подкладывали какие-то другие цвета туда значит лакому соответственно это все нужно смотреть шлифовать точно видеть что там происходит и постараться не ну то есть мой подход постараться оставить именно при той которая она была да то есть эту основную задумку но восстановить работоспособность и раскрыть и вот лучшее свойство но это вот такой минимум а иногда в редких случаях происходит обзорить это фактически полный перестойка но это редкий момент вот здесь видео в котором я это рассказывал о таком виде пристройки но это редко очень бывает здесь старая настройка со смещенным третьим отверстием завышенным это очень здорово в принципе именно старая настройка не нужно конечно приспосабливаться нужно знать тонкости особенности но я как правило их тоже оставляю не не перестраиваю на современный лад потому что современные флейты от современной флейты а вот старые они тем и ценны что несут определенный характер определенную вот настройку минуту старую с которой можно просто выстраивать свои какие-то взаимоотношения ро здесь не какой-то громогласный не такое вот раскрытая вполне вполне хорошая так устойчивая конечно если его давить она не продавливается или захлебывается или срывается но больше захлебывается то есть какое-то прям нёхуяма кацую и так далее здесь конечно не пройдет и я думаю что раскрыть это может только полная полная перестройка но фактически создание заново клейты еще не факт что это получится так как эта задача очень сложная вот поэтому здесь задача минимум это сделать канал более таким гладким более ярким ну это я думаю что и на ру повлияет сделать немножко постабильней в принципе это достаточно для вот такого вот скромный ро она тоже хорошо главное чтобы она была бывает что и скромного нет во флейтах а происходит всякие другие там недочеты и недостатки эти вещи как правило важны для тех кто тоже играет хонгёку кто понимает в этом какой-то толк для начинающих для всех остальных это в общем не совсем понятные вещи вот верх а акцелом клейт очень стабильно я не думаю что здесь какие-то нужны вот корректировки все вот именно оставить так как есть ну какие-то шлифовки опять-таки отверстий с заменой лака и ну и может корректировка утогучего немножечко она будет в итоге наверное все-таки поудобнее чуть-чуть немножко вот эту часть обработать и мне сейчас видится что небольшое сокращение на миллиметр в верхней части что приблизит немножко сцепку выдуманного отверстия с утогучи что будет полезно вот а характер ну собственно вот это восстановление самого самой вставки в утогучи вот этой самой вставки это уже в процессе потому что сейчас я пока анализирую здесь возможны варианты вплоть до замены но насколько это нужно сложно пока сейчас так поймут на вскидку сказать возможно придется восстановить и эту вставку она вполне хорошее не идеальная такая но вполне хорошая а может быть заменить то есть это вот процесс самое главное в моем понимании в работе по ремонту флейт это просканировать и хорошо вот здесь помогут в помощь уже опыт мастера то есть его какой-то самодействие со многими флейтами это позволяет как-то флейту правильно понять и не не ломать ее так сказать не выделывать из нее что-то другое а именно подчеркнуть вот тот характер какой есть мы восстановить какие-то технические недочеты да то есть соответственно технически и эстетически что собственно вот я собираюсь делать вот ну и соответственно остальное фотографиях можно будет посмотреть уже как бы детально хотя опять это вот фотографии такая вещь тоже как всегда зависит как снять да ну можно качественный какой-то компонент снять как-то не очень можно некачественные снять хорошо в общем тоже это такие все цифра аналоговые манипуляции но я стараюсь ну как бы под использовать только в том смысле что что ну технику чтобы просто это была разница очевидно не в том что приплюсовывать сюда красоту или а там убавлять а просто чтобы было понятно что работа была там проделано то что тонкую работу повторяюсь всегда сложно сложно представить она вроде вот с и так тем более на видео ну что вы тут увидите да какая-то полоса вроде также может она останется но когда вы вот ну как бы уже берете флейт в руки да это сразу ощущается это ну вот будет понятно людям когда новый какой-то прибор да то есть и вот он видно что вот он такой чистенький и видно когда он там поцарапанный что опять-таки не сказывается бывает на функциональности и опять-таки некоторым людям это в общем не критично да главное что функции была какая-то работала там остальное хоть там ну все что угодно вот здесь тоже самое то есть многие вот уже профессиональные там игроки они тоже вот я заметил что для них важны какие-то вот эти вот уходят люди в такую вот и музыканты среди музыкантов это бывает что вот планы функциональность а там уже какие-то обляпки там это уже все неважно вообще вот но это опять-таки такие перекосы перегибы все-таки для человека допустим такого вот медитирующего которому важны вот именно эти вот эстетические вещи не просто как эстетика а просто как как определенные моменты способствующие ну какого-то настроению какого-то входа в эту в это состояние в эту таций в этот процесс да вот человеку это допустим важно вот я тоже ну как бы понимаем все подходы но для себя но тоже как бы предпочитаю какой-то вот определенную эстетику да то есть не доведенную до какого-то совсем там вот не пылиночки и сариночки но все-таки чтобы определенные вещи можно сделать более интересно да то есть не взять ножом вот так скомплить можно это сделать аккуратно и функционально вот такой вот подход вот а так флейта интересненькая очень давайте ее так по показываю но вот тут много трещин много всего здесь меня пока интрига что здесь будет что ждет вот вот видно тут множество таких вот вот это вот шишечка отросток был бамбука обычно так не используется но бывает некоторых бамбуках метров клей такая штука вот ну собственно вот на вот здесь так 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 вот вот здесь вот есть этот бамбук на нем такая была значит как это сказать перложбинка который потом вот заполнялась клеем с бамбуковой пылью вот иногда это оставляет иногда это подчеркивает то есть это все зависит от определенной вот задачи то есть для для меня здесь было как раз вот задачи и так вот как-то обозначить ну вот она осталась где-то ну то есть вот разные такие вот варианты есть такие то есть у каждого это вот разные бамбуки да то есть вот этот бамбук этот бамбук они все на самом деле очень разные у каждого свои есть какая-то особенность которая что-то можно подчеркнуть что-то можно наоборот нейтрализовать до чтобы она не эволюровала не выделялась вот поэтому вот и завершение то есть вот процесс меня спрашивают а как я всегда говорю что в процессе то есть это не означает что я стою там с топором и целыми днями значит кромсаю и вот работа идет и вот процесс нет это имеется ввиду еще и сам вот этот процесс но знакомства с инструментом это практически это 80 процентов всего такого успеха что ему понять что это за инструмент источник понять что с ним делать ну то есть это можно записывать на бумажку это можно держать в памяти на стене там на компьютере и тоже не важно технический момент важно что этот процесс должен произойти до чтобы было понятно что и как должно делаться и только потом после этого начинать делать потому что если сделать наоборот то придется переделывать не только работу предыдущих подчинителей и так далее. Придется еще и за собой переделывать, да, не поняв правильно задачу, можно наломать дров и, в общем, придется делать много-много больше. И переделывать всегда сложнее даже бывает, чем делать, только многие мастера это знают. Так что, друзья мои, спасибо. Вот, я надеюсь, сейчас программа записала все, потому что пока пробую ее еще, ну, то есть в режиме тоже изучения находится. Надеюсь, что вот сейчас звук все есть, все есть. Вот. И по, конечно, по настройке уже будет, но я думаю, это отдельное видео нужно, так как я, собственно, менять не собираюсь ничего. Звук, но звук опять-таки, вот давайте так, вот, вот, звук мне нравится, то есть, ну, и есть, какие-то вот шероховатости определенные, но чисто такие вот, которые, я думаю, как раз, ну, вот эти шлифовки, это замена вот этих не состыкованных между собой слоев лака, оно как раз, мне кажется, сделает более таким-то стабильным, что здесь как раз, мне кажется, ну, не помешает. вот, вот, и сделаем отдельное видео уже по, когда пейта будет полностью готова, и тогда можно будет уже это видео, которое происходит, в качестве такого дополнения, может быть, склеить их, чтобы было понятно, как это до, как после, как процесс, какие ощущения были до, какие после, в общем, это процесс интересный, на самом деле, я немножко открещивался, какие-то былые годы, вот, ремонтов флейт японских, но сейчас вот берусь за это, ну, во-первых, потому что я опыта больше накопилось, и, ну, и запрос какой-то есть, люди доверяют, мне присылают, ну, я откликаюсь, стараюсь делать как вот, ну, как можно лучше, вот, спасибо.